Все, что мы с вами про клетку говорили, все, что мы с вами про клетчное ядро говорили, фаза жизни клетки, интерфаза, метоз, эльмиоз, все эти вещи. И дело в 20-е годы 20-го века в лаборатории одного из очень мощных генетиков того времени, Моргана, было обнаружено исключение из закона Моргана, с которым достаточно долго не могли разобраться первоначально. А потом это исключение послужило совершенно невероятно при полигибридном скрещивании. Как должно наследоваться скрещивание по второму закону Моргана при полигибридном скрещивании независимым друг от друга? Ну, поэтому прилетаю я на тиреан-пам-пам и беру, допустим, мохнатую рыжую гутерку. И скрещиваю ее с, я не знаю, курчавой зеленой гутеркой. Ну, я должен получить некоторое распределение, в зависимости от того взаимодействия на взаимодействие, где она, и так далее. Ничего не получаю. Я среди потом получаю либо мохнатых рыжих, либо курчавых зеленых. Никаких вот этих перетасуточек полностью нарушается закон независимого наследования признаков. А идея очень простая. Почему вообще? Объясните мне, вспомните, как происходит передача наследственной информации, как идет медоз и медоз, да? И объясните, почему эти признаки перетасовываются в любых сочетаниях, никак не влияют друг на друга. Ну, вот как цвет и форма у горошин, у горошин, как форма плода и цвет плода у тона. А дело в том, что в этом случае ген, который ответственен за один признак, сидит в одной хромосоме. А ген ответственен за другой признак, в другой хромосоме. И медиозе, можем ли мы задание сказать, чья хромосома окажется ближе к северному, а чья ближе к южному? Нет. То, как ляжет хромосома, несущая признака, цвет совершенно никак не влияет на то, как ведет себя хромосома, который есть в записи. Будет ли здесь хоть какое-то влияние? Нет. Цвет распределяется в рамках своей хромосомы, хорошо, а полно в рамках своей. Теперь представим себе, что оба гены сидят в одной хромосоме, и декол друг от друга. Отлично. Могут ли возникать в этом случае, вот если бы в гороши ген, отвечающий за цвет горошины и полу горошины, сидели в одной хромосоме. У вас исходная сорта желтая, крупная и зеленая, морщинская. Если гены сидят рядом с камодом хромосоме, могли бы возникнуть желтые морщинства или нет? Очень редко случилось. Как? Ну если вот прям между ними пройдет разъединение. За счет Карсенбобера? Да. За счет Карсенбобера прям в точку попали. Молодец. А если Карсенбобер не прошел между ними, тогда? Вот тогда они будут взаимосвязаны. А тогда они сцеплены. Ну да. И если уж эта хромосома, где записаны зеленый и морщинский, вот, да, то во всех случаях они будут зеленые и морщинские, а никакой не желтый морщинский. Потому что если эта хромосома есть, там вот такая зависит. Вот этот случай получил название «сцепленное наследование». Итак, гены, записанные в одной хромосоме, образуют группу сцепления, которая наследуется совместно, что приводит к уточнению второго закона Менделя. Что имеется в виду? Второй закон Менделя касается всех генов или только определенной группы генов. Какие гены будут причиняться второму закону Менделя? Если они будут хромосомы. Именно так. Это так, второй закон Менделя справедлив. Только для генов, записанных в разных хромосомах. А если они записаны в одну хромосомах, то никакого независимого распределения, конечно, не будет. Контрольный вопросик. А у нас с вами, у людей, сколько групп сцепления образуют хромосомы? Все гены разбиты. На какое количество групп сцепления? Наша наследственная информация разбита. На какое количество групп сцепления? Почему? Только понятно, почему вы это сделали. Вы только гомологично назвали 23. Так что угловой хромосомы в своем группе сцепления тоже был, конечно. 23 хромосомы – это наш набор. И те гены, которые сидят в этом пакете, они, конечно, входят в свою группу сцепления. Хорошо. Вот эта вещь, связанная с групп сцепления, получила название «правилом Моргана». Отношенную лабораторию Моргана. Было такое предположение сделано, которое обвести их тверде лучше. Но дело в том, что из «правилом Моргана» бывает свое исключение, которое абсолютно верно назвал Коля. Когда гены сидят, сидящие в одной хромосоме, все-таки могут перекомбинировать. За счет какого процесса? За счет прошлого года. А вот теперь совершенно фантастически то, что… В Александре Макебонском были электронные микроскопы? Да что, нет. А те, в конце 19-го, наверное, в середине по 20-м веку. Это понятный класс. В середине, ребят, в конце 19-го подобной техники, конечно, не было. В конце 19-го уже знали достаточно много, чтобы устроить хорошие электромоторы, трансформаторы и так далее. Но вот на создание электронного микроскопа тогда бы, конечно, ни теоретических, ни практических знаний не хватило. Следим к вопросу. А как, Павлович, можно ли виталии строение хромосомы разглядеть в световой микроскопе? Нет. Нет. Ну, кого-то? А когда были созданы первые карты хромосомы, где было бы указано там, чертеж хромосомы, вот здесь такое дело, вот здесь такое дело, вон там такое дело. Картирование хромосомы. Когда было произведено? Есть электронный микроскоп, это в середине 20-го. Да, наверное, где они очень есть. В конце 20-х лет в лаборатории Моргана, без всякого электронного микроскопа, а за счет расчетов, сейчас увидим. Итак, очень красивая история. У нас есть пара гомологичных хромосомок. Это папин гомог, а это, допустим, маленький гомог. Вот они. Привет, мы договоримся с вами, что папа у нас высокий, горбоносый, вазы, брюно. Вот такой папа. Мама. Низкая. Низкая. Плосконосая. 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 Голубая. Голубая глаза. Лондинка. Лондинка. Аккуратно. Допустим, все четыре указанные гена локализованы в одной хромосомке. Итак, расставляем точки. У папы вот здесь записан его рост, а это значит, у мамы где записан рост, такой рост. Вот здесь у папы записана форма носа, а это значит, у мамы в этой точке тоже форма носа, но свой орель. Вот в этой точке записан цвет глаз, а у мамы свой орель в этой точке. А в этой точке цвет волос, а у мамы свой орель. А важные эти признаки просто цифрами для того, чтобы было проще. Первый ген, второй ген, третий, четвертый. Ну а теперь, пошел миоз. При миозе генологичная хромосома. Могут обменяться своими участками? Да. Да, в леоталоне, как правило, и делают. В результате может возить не такая история. Может возить, что хромосома вообще-то она папина, но к ней третий кусок мамы хромосомы. И так записан четвертый ген. Вот этот ген мы будем считать переместившимся. Это перемещенный ген. Потому что он попал из своей хромосомы в гаморка. А ген, который стоял в этом месте, попал наоборот в маму хромосомы. Согласен? Угу. Скажите, для каких генов самая высокая вероятность того, что они при миозе пройдут перестановку, рекомбинацию. Которую на краях. На краях. Это значит вероятность рождения высоких, блондинистых, мухов-носых и голубоглазых детей достаточно высока. Вот она, мамина основа. А вот эти, могли бы меня с ним встать. Они на очень большом расстоянии друг от друга. И соответственно, любое пересечение, как бы оно ни прошло, между этими двумя точками, приведет к перестановке. И у вас папин вариант вот этого признака будет считаться с маминым вариантом вот этот. Хорошо. А теперь, если я возьму еще ген группы крови, вот сюда засуну, вот здесь он записан, у папы, у мамы. То вот пойдет здесь. Вероятность того, что ген группы крови перескочит в одну хромосому, а хромоносу останется. Время новое. Очень низко. Очень низко. Очень низко. Кто может сформулировать? От чего зависит вероятность перестановки генов при крошенголовере? От чего зависит вероятность этого? От их местоположения. Конкретно от расстояния между локусами. При этом, чем локусы дальше друг от друга, тем больше вероятность. Чем ближе друг к другу? Тем более. А дальше. А дальше Могонь предложил совершенно актистическую единицу для измерения расстояния в микроскопах. Обычно для измерения расстояния. Какими единицами пользуются? Метровыми. Ну, метрами, километрами, микронами, астральмами. Это понятно, да? А можно как предложить? А давайте вот так сделаем. Всю длину хромосомы примем за 100%. Вот это у нас 100%. А затем сделаем такую вещь. Будем проводить наши эксперименты. В эксперименте выясняется, что признак А с признаком В меняется вместо А в 10% случаев. Это значит... У нее на расстоянии 10%, 1,1 хромосома. Значит, они сидят и в 2 локуса. На расстоянии 1,1 общей длины хромосома. Но где они? В каком именно месяце сидят? Мы можем сказать или нет? Нет. Нет, пока ничего не можем. Мы знаем расстояние между длины. Но при этом найти и такие... Мы выясняем, что признак С с признаком В представляется в 20% случаев. Информация наша обогатилась. Но здесь возможны два разных варианта. Все понимают, что будут два разных варианта? Да. Посмотри, вот у вас. Может С быть выше, чем А? Да, да, да. А, В, вы знаете, что между ними 10%. А, В, 20%. Может быть 20% в эту сторону, а может быть 20% в эту сторону. Как проверить? Посчитать, какую перестановку? А и С. А и С. А и С. Если выясняете, что перестановка А и С 30%, то С на самом деле внизу или вверху? Внизу. Внизу. Отлично. Хорошо, добавили С. Теперь, а признак Д переставляется с признаком С в 5% случаев. Так? Можно узнать С плюс Н. Значит, да. Понятно, как можно сделать? Угу. Хорошо. Вот это мы таким образом получаем. И так, мы делаем 100%. После этого нам надо найти такие признаки, которые вообще в сидят в этой хромосудной, но и вставляются в 100%. Где вот локализованы эти... На нижнем, на нижнем, на нижнем, на нижнем. Как только вы в такой признаки вцепились, вы вашу вот эту координатную сетку, которую вы получили, привязали к пространственной точке. И вам теперь ясно, где, какой гензелит хромосудная, на каком расстоянии, на каком, по какому. Но нижнем, на нижнем, 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 нижнем. Но нижнем, 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 нижнем. Да, что я могу сказать. Неточность, конечно, да. Конечно, да. Но при этом... Ребята, вы понимаете, что мы сделали? Мы составили карту объекта, которую в глазами-то увидеть нельзя. Ведь вы хромосомы, конечно, видите глазами, но на них-то написано, вот здесь ген номер один. Ну, хромосомы, это палочка и палочка всегда. А вы составили карту положения определенных участков того, что глазами увидеть нельзя. По результатам ваших расчетов, по результатам ваших стремлений. Понятно, какая работа была проделана? И это для всех 23 хромосомок? Что? Нет, в лаборатории Моргана, конечно, работали не с хромосомами человека. Я же вам объяснял, что с хромосомами... А это только 4 хромосомки? Дрозонки. Конечно, дрозонки. Вы картировали в первую очередь, конечно, дрозонки. Хромосома, просто намного проще. И, конечно, не все десятки тысяч генов. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова